Доброта спасет мир. Так считают представители общественного фонда «Доброе сердце». Так его представители совместно со спонсором сделали предновогодний подарок молодой семье из Таиншинского района. Приобрели для них новый дом. Теперь супруги смогут встретить наступающий 2021 год в собственной квартире. Подробности в нашем следующем материале. Денис и Елена обратились за помощью к волонтерам. Положение супругов оказалось критическим. Они относятся к категории малоимущих. А потому оказались на контроле у службы опеки. С каждым днем росла вероятность, что могут забрать детей. Однако неравнодушные люди из фонда «Доброе сердце» и ТО «ТО Лайн» подарили молодым родителям дом. Площадь порядка 70 квадратных метров. Мы увидели группу и обратились с просьбой, возможно так или нет. И потом они приехали, посмотрели наше жилье, что у нас там для жилья этого. Мы, говорит, поможем. И все началось, они приехали, все и вот. И все так быстро заберетелось, и все так быстро произошло. Мы уже не успевали прийти в себя. Неделя буквально прошла, и вот уже новый дом. В старом доме Денис и Елена прожили 8 лет. Помещение находится в аварийном состоянии. Жить в таких условиях с двумя детьми попросту невозможно. Благодаря неравнодушным людям мечта супругов осуществилась. Теперь они планируют обустроить свое гнездышко, завести хозяйство и скот. Дом мы этот купили. Здесь, значит, присутствуют три комнаты. Получается, две спальни, зал, кухня, гараж. Есть сарай, подхозные помещения. В доме мы произвели им полностью ремонт. То есть поклеили обои, натянули потолки. Это с помощью волонтеров. Открытое сердце, то есть города Таньше. Без них мы, конечно, тоже не справились. Закупили полностью всю мебель, то есть диван, спальный гарнитур. В доме есть свет и печное отопление. А само здание подведено к центральной сети водоснабжения. Также закуплены бытовые товары. Телевизор, стиральная машина, кухонная утварь и многое другое. Исполняющий обязанности директора ТОТО «Лайн» Виктор Долголёв отмечает, что данная помощь – вклад в будущее молодых родителей. До конца текущего года планируется помочь еще одной семье. Надо людей, которые здесь есть, закреплять реальным путем. Не важно, кто он будет, молодой или старый. Он может работать, казах, русский, инженер или рабочий. Важно, что он наш и должен работать. И мы сделали таким образом. Я попросил фонда «Доброе сердце» кого-то найти, который бы соответствовал правилам. Первое – человек не пьющий. Второе – человек должен работать, искать возможности. Ну и, конечно, не ответиться к госструктурам. И чтобы он хотел что-то делать для себя и для людей. Фонд «Доброе сердце» работает с 2015 года. Стоит сказать, что организация оказывает помощь малоимущим. При поддержке ТОТО «Лайн» проводится благотворительная работа. Сотрудники фонда вместе с волонтерами разводят продукты питания нуждающимся и предоставляют бездомный ночлег. Тамерлад Леубаев, Райан Бек, Бегужаев, Служба новостей.